И всем привет, ребят! С вами Мастер Ваник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвященный очередным рейтингам, и сегодня у нас на повестке дня один из самых, а можно даже сказать самый, сильно прокачиваемый персонаж и игрок нашей любимейшей игры, которую вы видите на своих экранах. Сегодня мы поговорим о Борисе, и сегодня у нас знаменательная цифра, по которой и будет записан данный замечательный видеоролик. Как вы видите на своих экранах, Борис 43.11, 494 легенда. Я просто, ну вот если так посижу, подумаю, да, вот, то есть 494. Это сколько времени нужно потратить, чтобы дойти до такой легенды? И если бы это просто была бы какая-то обычная легенда, возможно, я бы ничего такого и не записывал, и не сказал бы вам, но это первые 100 миллионов опыта на аккаунте у какого-либо игрока в нашей игре. Это абсолютный рекорд среди тех игроков, которые играют в нашу игру. Если предыдущий видеоролик, связанный с рейтингами, который вышел вчера, был связан с человеком, который просто неделю поиграл, сделал очень жесткие цифры, Борис на протяжении уже довольно длительного периода времени занимает первую строчку в игре по количеству опыта набранного и уже близится к 500 легенде. Да, я мог записать этот видеоролик чуть-чуть попозже, дождаться пока он набьет 500 легенду и совместить сразу два события, а именно 100 миллионов опыта и 500 легенду, но, недолго думая, и благодаря одному замечательному человеку, который мне любезно скинул скриншот и сказал, ну ты понимаешь, да, что надо делать, мы записываем этот видос. Последний раз Бориса рейтинг и аккаунт в целом мы просматривали, когда у него была 400 легенда, на тот момент времени отрыв от преследователей был не столь большой, сейчас он начинает увеличиваться, не сказать, что Борис в последнее время бьет какие-то безумнейшие большие цифры по рейтингу, да, играет, играет, не сказать, что мало, но и не сказать, что сверхмного, да, то есть на предыдущей неделе он набил 1241 тысячу, вернее, не тысячу, ну, короче, миллион 241 тысячу. И если сравнить, например, с рекордным количеством за неделю, которое было у нас также на этой же самой неделе предыдущей, да, набито, то там было в два раза больше, то есть, соответственно, Борис играет немало, но и не сказать, что прямо вообще там потеет, как я не знаю кто, да, то есть средненько, стабильненько идет. Как я уже сказал, близко у него никого на радаре нету, соответственно, я бы на его месте вообще бы, наверное, не играл столько, да, если уж у человека есть определенная позиция занимать первую строчку рейтинга, да, то ее можно занимать и без такого жесткого задротства, ну, что он, наверное, сейчас и делает, в связи с тем, что я записываю в понедельник уже вечером видеоролик, а у него до сих пор ни одного опыта на новой неделе не набито. То есть, я, конечно же, этому моменту могу только порадоваться, что, ну, не все связано у игрока исключительно с фармом опыта в компьютерной игре, да, то есть, это очень и очень хорошо, но такое событие, понятное дело, что я не мог пропустить, и эти 100 миллионов, это та цифра, которую, например, многие считали конечной, да, и что за этой легендой уже больше легенды нет, да, даже такое мнение ходило у нас, но, как вы видите, легенда растет, и 493 легенда как раз-таки была 100 миллионной, а у него уже 494, соответственно, все эти мифы развеялись, и легенда продолжает расти. Она бесконечна, и я в этом уверен, ну, практически на 100%, да, то есть, то, что из-за тысячи там будут идти легенды, так же самое дальше, и все будет расти у данного игрока. В последнее время я не скажу, что так часто видел его, да, если на тот момент, когда я записывал видеоролик, и у него была 400-я легенда, то Борис продолжал все играть на Магнуме и не менять это вооружение, то в последнее время, в связи с тем, что Магнума нерфанули, и он стал еще хуже, да, то есть, он был и так уже в таком среднем, довольно, даже ниже среднего баланса, то есть, сейчас стал он еще хуже, соответственно, даже Борис изменил пушку, и я его видел, ну, чтобы не соврать, на Вулкане точно видел, но мне еще кажется, что видел его на Фризе, видел его на Фризе. На Вулкане 100% он играл, это, ну, наверное, не совсем любимая пушка данного игрока, но сейчас я так понимаю, что он уже начинает больше пушки свапать и поигрывать на всяких разных вооружениях. По УП у него до сих пор очень хороший показатель, эффективность улетела, когда-то он находился в топ-100 позиции, но это ни для кого не секрет, что если сейчас ты играешь просто на фарм кристаллов, да, опыта, то у тебя коэффициент очень становится таким маленьким, и понятное дело, что твоя эффективность улетает вниз. Да, сейчас, например, у Бориса примерно 1.56 соотношение кристаллов к опыту, но все равно для такой большой легенды я считаю, что это очень и очень хорошие цифры. По дрону Борис все так же продолжает играть у нас на бустере, кризис есть ли у него? Да, есть, но на нем он не играет, на кризисе набито меньше одного часа, но для меня, честно, непонятно, почему он на нем не катает, и также я понимаю, что он не использует паладина, да, на паладине 2 часа, хотя сейчас паладин является метовый. Что касаемо Теслочки, на Тесле 40 часов, ну, тоже маловато, соответственно, вот та комбинация, которая, например, сейчас является очень и очень жесткой и очень сильно нагибает, Борис ее не использует. По поводу броненосца, броненосец есть, и я так понимаю, что появился он относительно недавно, на нем наиграно всего лишь 8 часов, но уже опыт начинает потихонечку набиваться, значит, Борис его все-таки не так давно выбил. Что я могу добавить, да, то есть, я уверен, что если Борис будет продолжать играть, ну, примерно в таком же темпе, то его также никто не сможет обогнать, да, были попытки, например, у того же Миши, Immortal Hero, да, если вы узнаете его, обогнать Бориса, но тогда Борис хотел там заниматься какой-то эффективностью, войти еще там по эффективности в какие-то хорошие места, и как только он заметил, что его догоняют, он сразу включил шестую, полетел и все, да, то есть у человека принципиальная позиция в игре быть на первом месте по количеству опыта. Я для себя это понял, и, соответственно, он будет идти дальше. Ну, а я, как человек, который просто обозревает рейтинги и следит за всей вот такой вот интересной информацией, могу лишь просто включить запись, сказать всем привет и начать записывать какие-то интересные моменты, связанные с рейтингами, в том числе и с данным игроком. Не знаю, на 500-ую легенду будет ли у нас очередной обзор, потому что, как по мне, наверное, это будет уже, может быть, через неделю, ну, если будет у вас лично интерес к этому, вы напишите, например, в комментариях, что было бы интересно тоже что-то услышать по этому поводу, то можете написать, да, для меня это будет значимый факт. Ну и вообще, напишите, интересно ли вам было бы посмотреть на обзоры рейтингов, может быть, даже составить какие-то топчики, если у вас есть какие-то определенные предложения, связанные с этой, можно даже сказать, рубрикой, все-таки сейчас у нас по рейтингам, никто ничего не записывает. Я в свое время периодически обозревал какие-то интересные аккаунты, делал какие-то даже подборки топы. Если вы хотите возродить, так сказать, старое былое, чтобы мы тоже что-нибудь интересное еще дополнительно записали, то напишите по этому поводу в комментариях, поддерживайте обязательно данное видео реклайком. Давайте, ну, сделаем цифру 150. 150 это будет та цифра, по которой я пойму, что рейтинги до сих пор актуальны, и вы бы хотели увидеть в ближайшее время тоже что-то крутое, связанное с ними. Не одного игрока, да, Борис, а увидеть, например, топчик какой-то, да, либо еще что-то, да, либо там интересные аккаунты, да, которые там супер либо крутые, либо наоборот там какие-нибудь ботинки, которые играют там на МК-1 на легенде, да, ну, условно. Поэтому поддерживайте видос лайком, подписывайтесь обязательно, друзья, на канал, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Но у меня на этом все. Совсем скоро. Пятьсотая легенда Бориса. Всем удачи и всем пока.